А, козлиный мерзавец, вот Чё у тебя по токену вообще? Ты так быстро не апнешься? У тебя же банк сотка плюс, да? Больше сотки, но меньше миллиона, вот так сказать А, вот, вот это уже интересно Ну, практически облысел от стресса Ты чё, гонишь, реально? Ну, бывает, просыпаюсь, волосы на подушке остаются В общем, опыт, ну, в районе, получается, где-то 6-7 лет Как вот зарабатывать в крипте, что делать? Короче, какую кнопку нажимать, чтобы бабло было, вот это прям Он, наверное, постит какую-то шнягу, репки Трезвый взгляд на рынок Не совсем трезвого человека, возможно Выпьет чая, покурит какой-то штуки Съест какие-то грибы И у него там видятся графики Получилось вынести на запуске криптокита 2000 долларов Соответственно, чтобы удалось залаботать Плюс 4000, плюс 6000 Плюс там ещё на другой бирже был открыт лонг Мало того, что я не получаю прибыль То есть рекламу вы меня никогда не увидите Какие-то истории Да, да, да И всем привет, с вами Ростиксон И сегодня интервьюшка с криптогением Криптогений, привет! Да, привет-привет, всем привет Ты так бодренько начал Ну да-да, представься Меня зовут Николас По прозвищу Криптогений Создатель, автор канала под названием Криптогений Инфлюенсер, трейдер, мемолог, контентчик В общем, человек, который шарит за крипту И не только Вот так вот Вот что я ещё хотел уточнить У тебя же банк сотка плюс, да? Или больше 500? Вот что я хотел бы уточнить Больше сотки, но меньше миллиона Вот так сказать А, вот, вот это уже интересно И смотри, давай я так Ты условно, знаешь, в таком свободном формате Расскажи так Как ты начинал вообще в крипте? Какие ошибки? Вот что-то вообще такое, знаешь, вступительное Потому что я пока что-то и рассказал, если я ничего не понял немножко Да, да, я понял Ну, начать можно с того, что в крипте, блин, я достаточно долго Даже если вот мы перемотаем блок канала Там будет создан канал 13 ноября 2019 года Но ещё за два года до создания канала я уже начал как бы двигаться в криптовалюте Если это можно так сказать В общем, опыт, ну, в районе, получается, где-то 6-7 лет О чём мы говорим? О тебе вообще говорим? Как начинал какие ошибки, с чего там? Что делал? Да, начинал, блин, со студенческого времени Когда на парах было делать нечего Зависали в ВКонтакте тогда ещё Телега только начиналась Смотрели всякие видосы на Ютубе И как-то раз, это было зимой 17-18 года Попался видосик Там было, если коротко Человек с умным лицом рассказывал Что DogiCoin станет просто прорывной технологией И вообще вырастет И всё будет вообще замечательно К тому же он добавлял, что Ripple вырастет В общем, видос был Вот сейчас уже не вспомнить Но если коротко, типа Как заработать миллион через год на криптовалюте Естественно, мне, как бедному студенту Это было очень интересно Я посмотрел Думаю, ну всё, надо двигаться Вот, и так начался, наверное, мой путь Я нашёл Последние 5000 у себя были у меня В заначке Откладывался стипендии Которая была в те времена Может быть 1700 в месяц Или что-то типа такого Как сейчас помню, понёс в Киеве банкомат Раньше такие были Сейчас уже, наверное, нет Прямо оранжевый Киев банкомат Туда закинул И повёл депозит на первую свою биржу Это была Exmo Старички знают Эту замечательную биржу У меня две футболки от Exmo Может быть, она до сих пор даже есть Да, она сейчас есть вообще? Как она? Да, есть Вот, наверное, там уже много чего поменялось Но, вот если коротко так Начал свой путь Дальше был Yobbit Дальше был Binance Ну и все остальные биржи В общем, понарастающие А можешь сказать Отличие вот тебя того Который начинал И потом переходил на Yobbit И сейчас Вот чем отличаешься ты? Что ты понял вообще За это время в крипте? Благодаря чему, скажем так Ты профит получаешь? Ну, такой обширный вопрос Можешь начинать отвечать Да Ну, лично Лично я очень сильно тоже изменился Потому что Ну, практически облысел от стресса Если быть честным Волосы выпадают Знаешь, просыпаешься Сейчас без рофла Если облысел рофл Оно бывает просыпаясь Волосы на подушке остаются Я думаю, это все-таки следствие Торговли криптовалютой А так, конечно, в целом Большое-большое развитие Так как крипта Это такая обширная сфера Много-много разделов Много чем ты занимаешься Много-много контента Вообще абсолютно любого И ты учишься Всю эту информацию В общем, складывать Генерировать В том числе И, ну, мозг По сути, я думаю Реально развивается Криптовалюта Это в том числе Для развития Каких-то Личностных качеств Логики Сто процентов Быстрые реакции Вообще Все-все-все Вот что может Помочь в жизни Я думаю А вот в действиях Как-то Ну, как сказать Вот, допустим Раньше ты так делал А сейчас ты уже не делаешь Что было таким вот ошибочным Что тебя может Стопило, знаешь Поначалу Было у тебя что-то такое Ну, самая, наверное Лучшая модель торговли Да, там, щитками Криптой Нужно научиться Не чувствовать Вот именно Криптовалютный депозит Я даже до конца Не научился этому Это, по-моему, тяжело Это тяжело, да То есть Понять головой Что это просто Цифры у тебя на счету То есть Они не равны Деньгам, да Которые у тебя лежат Там Стопка пятитысячных Она не равна Депозиту в крипте Чтобы ты Начал зарабатывать Как-то нормально Ты должен, да Рисковать А чтобы рисковать Ты должен Ну, с холодной головой Это понимать Что это просто циферки И тогда я захожу То есть Знаешь, как будто Вот Как будто ты в покер играешь Знаешь И фишки обезличены То есть Есть игры в покер Где просто На количество, да Фишек эквивалент Играется без денег Тут так же Ты просто раскачиваешь Циферки на депозите Ты не Ну, там, знаешь Ну, можно, конечно Понимать, сколько это В эквиваленте Но чем реже Ты будешь это пересчитывать Тем, наверное, будет лучше Потому что Если нужно будет Войти в какую-то сделку Ты думаешь Ох, ебать Ничего себе А это, блин Миллион рублей Там, если посчитать Условно 0.15 Там, битка Или сколько сейчас В эквиваленте Кажется Вот другой суммы Именно поэтому Многие Реально считают Как бы Депозит в крипте На многих биржах Если ты там Берешь Открываешь баланс Можно покликать На баланс И будет показываться В разных эквивалентах Вот ты ставишь Эквивалент в BTC Все И забываешь Вообще Сколько это долларов Вот я думаю Этот совет Очень поможет Новичкам В крипте А как ты С ошибками И убытками Справлялся раньше Как на тебя Это влияло И как сейчас Уже имея там Определенный депозит Нормальный Как ты сейчас Справляешься с убытками Что тебе помогает Как может Риск менеджмент Какой-то свой Расскажешь Допустим С теми же мемкоинами Еще с чем-то Ну убытки Надо принять У меня Возможно Это Как раз таки Большая проблема Для меня Все эти года Я супер Выстроил Такой риск менеджмент Который просто Ну Ну Очень такой Трепетный И Заходя в какие-либо Идеи Сделки Я выделяю Очень небольшую Часть депозита То есть У меня Нет такой истории Что я могу Залететь куда-то На полк от лет Это даже на 30% Я думаю Никогда Никуда не залетал И в этом Есть И хорошая сторона И плохая Плохая сторона То что ты так Быстро не апнешься Поэтому у меня Не произошло Какого-то существенного Там апа За столько лет Сейчас я уже понимаю Что это именно Вот из истории Того что я Небольшой частью рискую Но С другой стороны Я пережил Там Три-четыре Медвежки Сколько Всяких разных Рагов Сколько разных Крахов Проектов Какой-то там Луны Допустим Или еще чего-то То есть Были моменты Такие Что Ты мог Лишиться Существенной части Депозита Или Вообще Всего депозита Но Я этого не лишился И Тук-тук-тук Скорее всего Не лишусь Если не изменю Вот риск-ревард Поэтому Любые какие-то Потери Я переживал Плюс-минус Ну не страшно Вот так вот И вот смотри Самый главный вопрос Такой Вот условно Я сейчас норме с обычной Как вот зарабатывать Крипте Что делать На кого подписаться Короче Какую кнопку нажимать Чтобы бабло было Вот это прям В самом деле И мне очень интересный вопрос Тут Есть прямая Думаю Взаимосвязь Кнопки бабло Начало пути Так сказать Да Как начать зарабатывать Есть прямая Взаимосвязь С тем контентом Который ты потребляешь Ну в том числе В телеграм-канале Условно На ютубе Это главное Выстроить Вот Хороший Круг Каналов Чатов В общем А ты вот давай Нехороший Знаешь А какой ты Допустим Топ-5 каналов Заги ты смотришь И почему Например Можешь выделить Ну или не топ-5 Там просто Рассказать Ну топ-5 Сложно найти У меня вот Слева вот это видно Слева есть Папочки Очень удобная тема Тут есть каналы Не все могу показать С точки зрения Конфессуальности Но некоторые покажу Есть ежедневные каналы Да Просто список Которые я ежедневно чекаю Есть еженедельные Которые я еженедельно чекаю Все остальное Всякие боты Есть Английские каналы То есть вот список Можно вот брать Вот которые закреплены Это прям Хорошие Английские каналы Которые стоит Почитывать Даже если Допустим Нет знания Английского языка Там есть перевод Ничего страшного Не стоит ограничиваться Только СНГ мнением Потому что Хоть И СНГ И в крипте Как бы Такой тоже Нормальный локомотив Но Зарубежные Пацаны Тоже торгуют крипту И Очень часто Достаточно успешно Вот есть списочек Может кто-то взять Потом на заметочку По СНГ каналам По СНГ каналам Все наши с тобой Наверное Общезнакомые Ну ты можешь Знать Потому что Не все знают Да Типа картеля Эса Смэша Йоу Крипта Пачка Каких-то Более Мелких Блогеров Но Которые Могут Нести Хорошую информацию То есть Не стоит Знаешь Там Смотреть Вот у него Нет подписчиков Он наверное Постит Какую-то шнягу Ревки Там Хомяка Нет Бывают Небольшие каналы Которые Хороший контент Делают Вот Из СНГ Так сразу Просто не сказать Я бы Что у нас Есть еще Одиссей Одиссей Конечно же Это Трезвый взгляд На рынок Не совсем Трезвого человека Возможно Нужно все мнения Nature Selection Нормально Темка В схемке Можно Госта Послушать Андрюнина Почитать Падри Падри Вряд ли там Прям контент Будет Но Может Когда-нибудь Какие-то Веселухи Он там Постит Ну вот Так Будет На первый Взгляд Романов Трейд Обязательно Потому что Гений Выпьет Чая Покурит Какой-то Штуки Съест Какие-то Грибы И у него Там видятся Графики Это мы Одобряем В общем Я к чему Максимально Старайтесь Разносторонне Взять всех Не стоит Знаешь Они мне не нравятся Там Зарубежных Не читаю Этот мне не нравится Подписывайтесь Сначала на всех И потом Смотрите У кого Чуть более Поуспешнее У кого Поинтереснее И так Формируете Свой В телеграме Небольшой Такой Контент Добавляете Папочку Я кстати Еще посмотрел Так у тебя там Приватки Какие-то В телеграме Есть вообще Киты Которые Ты не хочешь Показывать Можешь Расскрыть Вот Тему Приваток Для новичков Нужны ли они Новичкам Сколько ты Вообще Потратил На приватки В какие Попал Там Какие-то Дорогие За деньги Чем Они тебе Помогают И как Часто Вообще Пользуешься Да Был момент Когда мы Там Мы это Заблюрим Был момент Когда я Открыл Все чаты И там Были Некоторые Приватки Особенно Которые Нельзя Раскрывать В основном Во многих Приватках Я все-таки Как Инфлюенсер Начинающий Можно сказать Не самый Крупный Не самый Большой Но как Инфлюенсер Я могу Какие-то Ну Соответственно Какую-то Информацию Дать И в этих Приватках Во многом Тоже Люди Уже В опыте Инфлюенсера Есть Такой Тип Приваток А есть Приватки Где есть И новички И просто Люди Которые Купили Вход Соответственно Это чуть Отличается Ну Разная Тема Приваток Из таких В которых Я сейчас Сижу Не знаю Считать Это не Считать Рекламы Картель Про который Был видосик Смотрите У ростик Потом Я сижу В приватке Катаны Это Недорого Но Там Есть Сливы Вообще Со всех Приваток То есть Там Реально Можно Купить Небольшие Деньги Все Приватки Вот У меня Тут Слева Как раз Рнс Это Ринперация Катаны Какие Еще Приватки У меня Есть Приватка Одиссея Это Публичная Информация Все знают Что Я в Приватке Одиссея Там Я уже Давно Года Три В свое Время Туда Можно Было Купить Доступ Сейчас Нельзя Полезно Ли Это Возможно Да То есть Приватки Полезны В том Случае Если Тебе Нравится Вот Этот Инфлюенсер Допустим На примере Одиссея Возьмем Еще Года Три Наза 2021 Наверное Я попал К Одиссею В Приватку Мне Нравился Этот Человек Я Будет С ним Больше Общения Там Он Какие-то Мысли Будет Какие-то Излагать И Возможно Там Как раз Таки Будут Люди Тут Как раз Листаем На фоне Про Одиссея Посты И Возможно Люди Которые Там Будут Находиться Они Тоже Как бы Понравятся И Дополнят Твой Круг Круг Окружения Именно Потому Что Тебе Нравится Этот Инфлюенсер И Возможно Его Круг Окружения Такой же Интересный Для Тебя Вот Поэтому Прежде Всего Приватку Покупаем У Людей Которые Вам Импонируют Которые Нравятся Чей Контент Вас Как бы Трогает А дальше Уже Разбираемся Прибыльно Или Неприбыльно Ну Желательно Чтобы Было Прибыльно На фоне Запись О том Как Одиссей Слил 1.3 Миллиона На Кипитрейдинге Ну Бывает Не Всегда Нужно Следить Подписываться На Кипитрейдинг Давай Ты Про Паблик Свой Расскажешь Да Значит По Поводу Моего ТГ Канала Вот Он Такой Красивенький Блок Настоящего Криптогения Авторский Контент Мысли Действия Материалы Бла 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 В общем Пытаюсь Делиться Своими Мыслями Какими-то Торговыми Идеями Какими-то Сделками Допустим Стараюсь Быть Так сказать Держать руку На пульсе Освещать Что бывает Происходит У нас В крипте Вообще Как допустим Недавно Я вот Рассказывал Как Хамаха С Хованским Стримят Пампить щитки То есть Стараемся Быть в курсе Кто Чем там Занимаются Какие Медийные Личности И все Такое Был вот Такой Короткий Кусок Стрима Где Хованский С Хамахой Пытались Пампить Пытались Потому что У них Ничего Не получилось Один Из щитков С создан Хамахой Вот Делюсь Своими Сделками Вот Допустим Как Это Буквально Пару дней Назад Получилось Вынести На запуске Криптокита 2000 долларов Достаточно Неплохо Учитывая Что это Плюс 50% Поясняю Всякие Вот Последняя Картиночка О том Как Изменилась Стоимость Айфона В эквиваленте BTC Из Каких-то Прям Кейсов Можем Сейчас Найти К слову Почему Может быть Нужен Полезет Мой канал Это Допустим Как сейчас Я просто Помню Это Когда Илон Маск Про Доги Что-то Сказал На Да Вот Я нашел Это Когда Илон Маск Вот Эта Запись Это Начало Года 14 Марта Илон Маск На какой-то Конференции В Берлине Сказал Типа Дочь Туземун Там Так Получилось Что Сказал Он Это Условно Вот Днем К вечеру Курс Никак Не реагировал Мы Все Это Дело Нашли Было Видео Я Это Все Запостил Я Взял Лонг И Так Получилось Что Вот От Взятия Лонга Вот Тут Вот Стрелочка Есть Вот Тут Стрелочка Вот Тут Стрелочка В общем От Моей Информации Прошел Час Там До Взятия Лонга Еще Сколько Это Времени Прошло И До Того Как Информация Появил В крупных Изданиях Особенно Зарубежных Прошло Еще Какое То Время Еще Там Да Условно Полчаса И Это Прошетами Соответственно Чтобы удалось Заработать Плюс Четыре тысячи Плюс Шесть тысяч Плюс Там Еще На другой Бирже Был Открыт Лонг Это Вот Тот Показательный Случай Когда Какая Информация Появилась Раньше Многих И Удалось Заработать Также Из Каких-то Кейсов Покупки До Каких-то Анонсов Это Еще Были Щитки С Партнерцем От Гатбита И Всего Остального Когда Мы Пытались Трекать Кошельки Условно Узнавать Название Как-то Все Это Шерстить И Реально Получалось Смотри А Правильно Я понял Ты С Закидываешь Какие-то Вот Интересные Идеи Которые Тебе Приходят Или Вот Это Сейчас Да Да То есть Я Закидываю И И И Которые Мне Приходят Какие-то Очевидные Моменты И Какие-то Новости По рынку То есть Это Вот Такое Гармония Контент Так сказать Все Есть Все Что нужно Чтобы Быть В курсе Чтобы Зарабатывать На криптовалюте Чтобы Не теряться По новостям А Из очевидного Совсем Забыл Из очевидной Истории Это Конечно же Шорт Тона О задержании Павла Дурова Вот Я дал Тон По 6,7 О задержании Дурова Информацию Дал В 23,41 Да Условно Когда Курс Еще Вот Только Начал Падать То есть Вот Видишь Он Просто Прошла Минута С фактической Новости До Моей Новости И После Этого Он Падал Еще Ну Сто Тысяч Дней А Следующие Паблики Начинали Там Через Десять Минут А Курс Уже Упал То есть Понимаешь Тут Важно Еще Что Скорость Информации Донесения То есть Многие Паблики Бывают Знаешь Там Проснулся Там Какие-то Другие Паблики Почитал Нашел Информацию И вот Спустя Там 6 часов 10 День После Того Как Это Уже Информация Неактуальна Они Начинают Постить В свой Телеграм Канал У нас Немного По-другому Действуется То есть Я Если Не успел Я Наверное Уже Не Пощу Эту Запись Либо Пощу Ее В тот Актуальный Момент Когда Она Актуальна Вот Как Сет Там Была И Вот Соответственно Буквально Через 2341 6 7 007 5 8 То есть Вот Я Тут Рассказал Почему Важно Еще Включать Уведомления Соответственно Пытаюсь Зарабатывать На лутках Одиссея Докс В общем Вся актуальная Полезная Информация Имеется Ну Насколько Меня Хватает И чем Я Занимаюсь Нужно Это Еще Понимать А ты Кстати Прибыль Какого-то С канала Получаешь Мне Интересно Было То есть Вопрос На Энтузиазме Ведешь Да На Энтузиазме Мало Того Я Еще И Вкладываю Конкурсы Делаешь Я Помню Мало Того Что Я Не Получаю Рекламу Вы Никогда Не Увидите Либо Это Личные Рекомендации Либо Это Взаимопиар В том Смысле Что Я Развиваю Канал И Не Получает Этого Денег Ну Коллабимся С Какими-то В основном Это Только Мои Знакомые Которых Я Хорошо Знаю По Крипте То есть С левами У нас Нету Никакой Рекламы Никакой Связи Возможно В будущем Будет Но Не факт Заработок Идет С рефок Я Люблю Репки Покинать Вот Допустим Рефочка На Бота Который Для Торгов На В районе 500 долларов Сказать Что это Много Ну Со старта Недели За 3 4 Сколько Сказать Что это Много И окупают Затраты На рекламу Ну Нельзя Потому Что Деньги Вкладываю В развитие Своего Канала Цель Какая Я Планирую Просто Развивать Личный Бренд Становиться Инфлюенсером Можно Сказать Я Себя В этом Вижу И Я Двигаюсь К этой Теме Поэтому Рад Любым Подписчикам И Построить Какой-то Вот Комьюнити Кстати Пока Не ушли Далеко У тебя же Есть Какой-то Токен Вообще Я О нем Прям Вообще Не Шарю Я Видел Пару Раз Видел График Что у Тебя По Токену Вообще Это Фан История Или Это Долгосрок Есть Токен Я Его Делаю Уже Вот Допустим 31 Уже Больше Полугода Получается Это Тестовая История Тестовая История О том Что я Тестирую Какую-то Концепцию Но Это Не мем Это Не Одноневка Многие Инфлюенсеры Создают Мемы Какие-то Которые Растут Рагаются У нас Есть Проект Который Уже Живет Полгода Да Возможно Все Медленно Я Делаю Но Делаю Мы Тестируем Некоторые Истории Я Сам Лично Тестирую Это для меня Первый Опыт Создания Монет И я На нем Тестирую Какие-то Моменты Какие-то Возможные Маркет Мейкинские Истории Какие-то Возможно Знаешь Почувствовать себя Вот Создателем Монеты Всегда Интересно Было И Я это Сделал Вот В ближайшее Время Возможно Какие-то Будут Апдейты Из Таких Инсайдов Скорее Всего Всю Прибыль С рефок С рефок Которые Я получаю С аудитории Своей Я буду Заливать Наверное В токен Допустим Заработал На тронботе 500 баксов Я буду Заливать В токен Потому что Он как бы Токен Нашего Комьюнити Он Привязан К нам Вот так Знаешь Что еще Хотел Спросить А что У тебя Сейчас По токену Какие Сейчас У тебя Показатели Сколько Ликва И сколько Капа Это Было Интересно Просто И мне Узнать Да и потом Сравнить Через месяц Для интереса Через год Гляну Ну По последней записи Просто откроем Ну Даже будем Актуальные Возьмем Посмотрим На данный момент 10 сентября Это 20 тысяч Ликвидности И марк Капа 73 тысячи Цена В районе 1 46 долларов А смотри Вот последний момент Только я Не совсем понял Как у тебя Токен происходит То есть Вот я Допустим Купил токен И Ты его Откупаешь То есть За счет Ну Как сказать Вот Опиши как-то токен Вот я понял В целом Да Но не совсем понял Знаешь Как вот на этом Заработать У меня уже Вот желание Как там Не до этого Заработать И уже Я вот об этом Думаю То есть Какие там У тебя механики Что происходит Да Механики Пытаемся Тестировать Любые Мы Вот этот Токен Знаешь Как будто Глина И мы Из него Можем Слепить Все что Угодно И я Пытаюсь Тестировать Любые Механики Из последних Активностей Это у нас Просто Купить Либо Держать Монету В эквиваленте Больше чем На 100 Долларов И Через Месяц Я буду Раздавать 500 Долларов Пяти случайным Адресам Да По 100 Долларов Которые Додержали Упадет ли курс Во много раз Вряд ли Можно ли будет Сделать Х2 Вероятность Такая Есть Если Рандомайзером Твой адрес Попадет Допустим В течение Месяца Так как Был Достаточно Профитный У нас Август У меня У нас У меня И возможно У всех Криптовалютчиков Я На 100 Долларов В течение Месяца Каждый день Буду Откупать Свой Токен У нас Ликвидность Не такая Большая Поэтому 100 Баксов Вполне Себе Хватит Чтобы Нарисовать Какой-то Рост Можно ли На этом Заработать Ну Наверное Можно Можно ли Потерять Можно То есть Тут все Как ты Смотришь Если Посмотреть На график Есть Падение Есть Рост То есть Можно Купить Пахаем Продать Палоем Можно Купить Палоем Продать Пахаем То есть Я Скорее Предоставляю Не то Что Возможность Заработать А Возможность Поторговать А вот Как Поторгует Человек Прибыльно Или Нет Это Уже Зависит От него Так Криптогений Что-то Еще Кстати Как Как Ты Диверсируешь Свои Активы В крипте Там Как Выводишь Вообще Бабки Как Заводишь Обратно Может Случались Такие Моменты Когда Приходилось Дозакидывать В крипту Там Что С крипты Уже Купил Или Собираешься Купить Такой Забавный Наверное Момент Для меня В целом Наверное Многих Так Получилось Что Обратно В крипту Я За 7 лет Никогда Ничего И не заводил Но Мы Исключая Если Только Какие-то Арбитражные Связки То есть Именно Так Чтобы Ты Работал Работал Заработал Миллион Вывел Миллион И потом Словил Ликвидацию Нужно Обратно Залить В крипту Такого Никогда Не было Можешь Сказать Почему Это Очень Важно Потому Что У многих Наоборот Происходит Что Ну Приходится Дозакидывать Не скажу Что Провеняется Да Но тут Из-за чего Это может Зависеть Кто-то Возможно Полностью Там Свой Портфель Вытаскивает То есть В любом Случа В крипте У тебя Должен Депозит И Ты Должен От него Уже Работать И выводить Только Часть Его Был Такой Недавно Случай Ну Какие-то Арбитражники Они Там Дофига Заработали Вывели Много Своей Маржи Купили Семь Пятую Бэху Последнюю И в общем Куда-то В бордюр Ее ушатали И такие Типа А чинить-то Нам не начало Больше Вот Поэтому Мы Не поступаем Импульсивно Как-то Всем М5 Хочется Крутую Тачку Там Дом Но Лучше Это Будет Чуть Попозже Чем Это Будет Сейчас Но На Небольшой Срок И ты Там Вляпаешься Так Сказать В говно Вот Поэтому Тут Подходим С трезвой Головой Ну Я уже Повзрослеет Себя Наверное Буду Мне Уже В районе 25 Скажем Так Точно Возраст Не буду Говорить Поэтому 4 года Всего Повзрослеет Ты сказал 4 года Просто 4 года В молодости Это Не 4 года Знаешь Там 40 лет Ты просто Сейчас Звучало Как ты Сказал Я что-то Подумал Что у тебя Уже Там 37 Да Да Я не стал Просто Кахтивер Поэтому Я думал Ты молодой Молодой Ну Тебе За 20 Да 20 21 21 Ну Да Наверное 21 Уже Так Потихоньку Тоже Уже Приходишь К тому Что Уже Эмоции Какие-то Желания Какие-то Покупки Необдуманные Уже Отходят Но В молодости Это Все Перешили Наверное Поэтому Было Дело Да Много Тратил Денег В Дубай Летал Лет Там Сколько Мне было 20 Наверное Тратил Там Достаточно Много Денег Там Какие-то Отели Были Отдыхал В России В целом В Сочи Часто Прям Вот Когда была Бычка Летал То есть Ну Старался Жить На полную Ногу То есть Да Там Если Что-то Надо Купить Последний Айфон Себе Там Девушке Друзьям Ну Друзьям Вряд ли Но Так К слову Сказал То есть Никогда Такого Не было Да Я Брал И Покупал Сказать Что Я Прям Сейчас Чем-то Нереальным Владею В жизни Так Нельзя Сказать То Что Я Ничем Не Владею Да У меня Там Есть Старенькая Машина Какая Туда Ипотека Есть Что Еще Возможно Земельный Участок Есть Но Вот Чего-то Такого Вау 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 У меня Нет И Скорее Это Потому Что Мог Были Если Это Позволить Мог Но Тогда Мне Пришлось Бо Попрощаться С Которые Более Существенные Чем 5% Условно То есть И Это Останавливает Когда Ты понимаешь Что Возможно Депозит Он Чуть-чуть Принесет Тебе Больше Чем Да Условная Эмоция Но Тут Все равно Должна быть Грань То есть Ты все равно Должен Из Крипты Выводить Деньги Вот Самое Сложное Поймать Эту Грань Есть Пацаны Да Ребята Которые Фул В крипте И знаешь Там Он Живет Реально В съемной Квартире Там С тараканами Просто Там Ну Кушать Там Условно Кушать Гречку Там Дешевые Сосиски По акции Не знаю Ну Образно Говорим Но В крипте У него Там 500 Тысяч Долларов Такие Ситуации Реально Бывают Ну Утрировано Но Все То есть Тут Важно Поймать Грань Не Вывести Все И Потратить Но И Не Ущемлять Себя Потому Что Надо Отдыхать Надо Летать Отдыхать Надо Ну Отдых Долж Качествен И Ты В Жизни Все Таки Что Ты Материальное Должен Потрогать В том Плане Ты Поработал Год Да Условно Заработал Там В рублях Возьмем Там 10 Миллионов Рублей Ну 3 Миллиона Да Потрать В этот Год На Отдых Там Условно На Какие-то Материальные Вещи Возьми Ипотеку Да Допустим Вторую Ипотеку Подумай О каком-то Заграничном Жилье Если Деньги Позволяют То есть Важно Поймать Эту Грань Понимаешь Ростик Ты молодец Ты отдыхаешь Я смотрю Там На море Туда Сюда Это Кайф Теперь Я хотел Узнать Про Деп Твой Как Он Распределен Смотри Давай Начнем С самого Первого Что У тебя В крипте Какие У тебя Позиции Машки Долгосрочные Позиции А потом Поговорим О каких-то Проектах Крипте Которые Теб Не нравятся Или Которые Переоценены Ну Давай Сначала Что у тебя По портфелю Какая Стратегия Допустим 20% У тебя Лежит В битке 50% В обороте Под арбитраж Расскажи Как у тебя С депом У меня Получается Так Что Есть В районе 10 бирж На которых Есть Либо Совсем Чуть В районе Пару Тысяч Долларов Чтобы Поймать Какой-то Арбитраж Да Условно Либо Биржи Которые Там Условно Океx Байнанс Какой-нибудь Байбит Там Уже Побольше От 10 И выше Чтобы Уже Торговать На определенных Биржах Я держу Альту Которую Торгую То есть Если Альта Не долгосрочно Тебе Нет смысла Заводить Выводить На какие-то Холодные Кошельки Ты просто Держишь Ее На бинансе И не паришься Надо Продал Надо Вывел Вот Это По Фиату Да И Альте Также Естественно Есть Холодный Кошелек На котором Есть Биточки Очень Часто Не Очень Часто Но В рамках Холодного Кошелька Часто Бывает Надо Вывести Условно Под Какую-то Темку Битка И Я Соответственно Это Делаю Нужны Ее Возвожу Биток И Прокручиваю Да И Потом Обязательно Возвращаю Это Назад Биткоин И Возвращаю На Холодный Потому Что Есть Сейчас Эта Сумма К сожалению Мала Я думаю В районе 20% Биткоина От Котлеты Возможно Это Сейчас Мало Но Вот Сейчас Так Моменты Были 70% Биткоине Было Да Наверное Максимально Процентов 70 Было Биткоине Ну Мы Не Говорим О Временах Когда Я Только Начинал Когда У На Одной Бирже Весь Депозит Лежал Это Тоже Нормально То Есть Если Вы Начинаете И У вас Небольшой Депозит Нет Смысла Его Диверсифицировать Забудьте Об этом Не Надо По Три Копейки Раскидывать На Разные Биржи Сосредоточь В первую Очередь На То Чтобы Апнуть Эту Свою Небольшую Коклету До Сотки Долларов И Потом Уже Можно Будет Распределять Куда А Пока Начинаете Сосредоточьтесь И Крутите Ее Полностью Вот Что Я могу Посоветовать А Какое У тебя Вообще Мнение По Знаешь По Новым L2 Под Вот Этим Знаешь Я Потому Что Смотрю Многие Очень Критикуют Какие-то Монеты Можешь Вообще Сказать Какие Монеты Ты Считаешь Плохими Вот Я Знаешь Как Я Даже По Своим Знакомым Я знаю Людей Которые Чуть Ли Ну Условно Знаешь Как Секта Репла Только Они Покупают Мне Нравится А Какие Наоборот Нравится И Почему Я Слышал Какую-то Альту Там Знаешь Как Какой-то Альтой Торгуешь Может Какую-то Альту Ты Долгосрок Держишь Да Альту Какую-то Я Держу Сейчас Долгосрок Ну Список Там Что-то Типа Ну Сейчас Парочку Даже Перечислили С Дроп Става Но Альту Главное Не Задерживать Есть Цикл В рамках Цикла Нужно Ее Купить И Продать Не Надо Задерживать Альту На Несколько Лет Это Урок Который Нам Преподнес Весь Рынок Потому Что В этом Цикле Мемы Были В прошлом Цикле Которая Альта Хайповала Сейчас Она Либо Не Выросла Либо Даже Упала То Главное В рамках Цикла Работать С Альтой В рамках Цикла Вот Из Нынешнего Цикла Что Мы Можем Выделить Ну Из Ближайшего На Что Мы Можем Поставить Рост Солана ТВТ Доги Эфир Арбитрум Что Мы Можем Еще Выделить Вот Это Из Основного Возможно Юпитер Но Он К Солане Привязан Фантом Какой Нибудь Зеро Токены Вот Именно Лайер Зеро Что Еще У нас Там Доги Любимые Доги Я Держу В Огромном Минусе Но Я Верю В Илона Маска Возможно Когда Нибудь Возродит Это Дело Вот Вот Такой Небольшой Списочек А какие Монеты Тебе Не Нравятся Которые Знаешь 100% Новички Знаешь Которые Могут Их Купить Что Скажешь По Этим Монетам Ошибки Новичков Может Вот Сейчас Пример У меня Даже В чате Есть Люди У которых Условно Депозит 500$ Он Там Раскидан На 10L2 Притом Которые Эти 10L2 Уже Упали С его Покупки На 60% Или На 70% Знаешь Как Подсказать Что Делать Таким Людям Понял Что Я имею Ввиду Да Да Ну Я правильно Сказал В том Плане Что Если Небольшой Депозит Ни в коем Случа Не надо Вот Его Раскидывать На Альту Особенно На Какую-то Высококапную Когда Маркеткапа У Альты В топ 100 Коин Маркетов Ходит Там Ну Очевидно Что Не будет Каких-то Сильных Иксов А Когда У тебя Маленький Депозит Тебе Нужны Сильные Иксы Тебе Нужно Идти В сторону Риска В сторону Мемов В сторону Тренда Словно Был тренд На Трикс Щитки Ты Идешь На Трикс Щитки И забываешь Об Альте Забываешь Тебе Нужно Что-то Другое Вот Поэтому Из Альты Ну Всеобщее Всеобщее Наверное Негодование Кто не любит Это Стар Нет Какой Нем Я Ничего Плохого В нем Не вижу Но Ну Падает И падает Бывает Поэтому Прям Какой-то Вот Нелюбви К каким-либо Монетам Такого У меня Нет То есть Ну Ненавижу Omnicat По Одного Из Эльфлюенсеров Я купил Ну На Один Эфир Наверное Я тогда Покупал Да Даже Может Побольше А Эфир Тогда Четыре С лишним Тысяч Стоил И Чтоб Ты Понимал Сейчас Наверное У меня Там Баксов Сто Он Оценивается Вот Так Вот Не то Чтобы Мы Виним Того Кто Дал Кол Винить Мы Не Можем Потому Что На Своя Голова На Плечах Честно Думал Что Будет Иначе Вот Честно Возможно Возможно В будущем Этот На Чем Он На Каком Блокчейне На Этом На Чем Он Фиг Его Знает Кто Он На Всех Блокчейн Я даже У меня Голос С В голове Знаешь Как Buy Layer Zero А Powered By Layer Zero Да Да Layer Zero Да Да Вот Это Из Того Что Я Ненавижу Потому Что Сейчас Мы Долистали Кстати До Момента Скрин Скрины С Токен MS Когда Капа Было 160 Тысяч Сейчас Капа 2 Миллиона Даже 2200 Вот Видишь Что На Экране Сейчас Да Вижу Вижу Капа С токена 55000 55000 Маркет Кап Вот Так Представляешь А сейчас 2 Миллиона Это Это Из Любимых Монеток Это Монетка С Конечно Потому Что Я Где-то Продал Наверное По 160 Маркет Кап А Сейчас 2 Миллиона Вот Лютая Лутка Вот Как Я И Писал Реально Лутка Казалась Лютой Потому Что Принес Много Иксов Вот Такие дела Какие у нас еще вопросы Ты не рассказал про какие-то, знаешь, самые большие профиты Ты рассказал частям, знаешь, про самый большой твой профит И про самый большой убыток ты не рассказал Мне было бы интересно послушать И почему То есть это было, знаешь, независимо от тебя обстоятельства Или вот как-то это можно было исправить И может ты как-то это действительно исправил Да Да, вот мы уже говорили о том Что У меня своеобразный риск-ревард Поэтому Вот даже вспомнить какого-то ректо сильного Да, когда я потерял много денег Я даже не могу Потому что, скорее всего, такого не было Либо, знаешь, память человека такая Что какие-то негативные моменты она стирает А я правильно понял, что ты примерно вот 6 лет Ты плюс-минус с одной скоростью, знаешь, вверх вшел То есть, просто, знаешь, постепенно вверх твой D-опрос Или как это происходило? Это происходило с откатами Все-таки не только вверх И если сейчас вспоминать Есть ощущение, знаешь, что Когда была бычка 2021 года Когда биткоин впервые был 69 тысяч Есть ощущение У меня нет отчетности Поэтому я не могу точно сказать Но есть ощущение, что тогда у меня депозит был даже больше, чем сейчас Вот так вот Потом на росте Именно, наверное, из-за холода битка Я много растерял Когда он с 72 года падал там до 15 Так как мы не всегда торгуем, да В битке Приходилось биток свапать в USDT, в эфир Торговать щитками и всем остальным И потихоньку терялся биткоин Который, да, там На 70 тысяч оценивался в большие цифры А потом на 15 тысячах У тебя остается уже не так много биткоинов И получается, когда он возвращается на рост На те же 70 тысяч У тебя котлета становится меньше Вот так на этом произошло А, то есть ты считаешь, что это была ошибка Что ты трогал вот эти 15 Когда биток был 15? Или это все-таки нужно было делать? Возможно, была ошибка в том, что На дне Вот когда биток был 15 Да, год назад Вот оно было 15-20 Было ошибкой не зайти У меня была большая, большая часть депозита Была в фиате И фиатом я не зашел Какие-то части, да, я покупал Но Была ошибка, да, не зайти Из каких-то сильных профитов Вот так тоже, понимаешь Вот не могу сказать Вот таких, что там, да, вынес там 50 тысяч долларов Скорее всего, вот с одномоментной темы Никогда не было, да, таких сумм Опять же, мы возвращаемся к тому Что риск-ревард вот такой Потому что я не прыгал там В какую-то историю Там в щиток На 10-20 тысяч долларов, да Такого не было Возможно Возможно зря А возможно и нет Я мог как и заработать Так и потерять Тут надо Подходить, да Без фома Без какой-то, да, там Упущенной прибыли По-разному могло получиться Да, кстати, у тебя Такая стратегия Очень схожая СС Он же тоже Ну, постепенно все делает Да, но у СС Стратегия все-таки Арбитражная У меня была торговая Арбитраж Чаще приносил Иксы, наверное Чем торговля Вот так вот Я тебе скажу То есть он там Прогнал, да, 100 тысяч Он мог Гнать 100 тысяч, да Там крутить Их, весь свой депозит Крутить А когда ты торгуешь Ты не можешь В щитках Весь депозит крутить Потому что ты не зайдешь Там, да, условно В какую-то Скамину Там на 100 тысяч Да даже на 50 Поэтому в арбитраже Наверное, можно было Хорошо подняться Но Эту тему я как-то обошел И арбитражом Я никогда не занимался Есть история Это когда еще Что был Одиссей И гримас Был на фьючерсах И в тот И в тот день Он решил Добиться Делистинга Гримаса Запампив его До каких-то Невероятных значений И тогда удалось Плохо заработать Почему эта история Веселая Потому что это Вообще нестандартный Был способ Заработать А каким образом? Вот да, да, да Мне интересно Пусть я наблюдал Со стороны за этим Да, как было Он говорит Типа сейчас буду Это он наверное Включал стрим В своем канале И говорит Сейчас буду Короче По-моему даже Он тогда с видосом Был стрим Он говорит Сейчас буду Наливать короче А потом буду Панкить на споте Чтобы фьючерсная Маркировка Уходила далеко Высоко И можно было С плечами Хорошо заработать И он прямо говорит Вставайте Открывайте лонги И он начинает На невероятной суммы Сотни тысяч долларов Он тогда потратил Реально Он на споте Начинает откупать К сожалению Графика тут не будет Но он на споте Начинает откупать Да, там даже свечки До 700 долларов Доходили Да, да Это было весело Но После того Как я решил Я заработал Хорошую сумму Я просто открыл лонг Как он сказал И закрыл его на хаях Мекс Не дает выводить Вот я и такой мемчик Добавляю 4.19 Ара Да Выгибали Мекс Там как лохов Типа Пососите А 4.20 Я стою с паспортом Я стою с паспортом И говорю там Свое имя Там всю информацию Ты реально так делал? Да Это я на видосе А, это ты на видосе? Это я на видосе Я стою На фоне белой двери Потому что там надо было На фоне чего-то белого Типа Там Ну, было сказано Отдел рисков Вы Подозрителен Типа Возможно Это Ну Соотносилось с тем Что Если депозит Да Человека на бирже Резко увеличивается Там в 5 раз Условно В моменте одной сделки Возможно Он там Попадает в какой-то список Да И ему блокируется вывод Многим тогда Заблокировали вывод И вот Я радостный В 3 часа ночи В футболке С паспортом В руках Свои все данные Говорю Чтобы мне разблокировали В итоге Меня через 3 дня Разблокировали Вылез из двурневного запоя Пишу Мекс вывел И вот у меня на выводе 500 баксов 33500 Еще 4 сверху Это уже типа 7 Плюс еще 5 Это 12 Плюс еще 2 эфира Сколько он тогда стоил Ну вот сколько мне удалось Заработать тогда На этой истории Ну в районе Ну больше 10 До 20 тысяч долларов Наверное удалось заработать На этой истории И Мекс в итоге вывел Да Это были тяжелые Дни Для меня Но он это вывел Еще из веселых историй Многие Многие веселые истории Связаны с гримасом Потому что Это то комьюнити Которое мне нравится Где я нахожусь Поэтому Вот о чем я говорила Как раз таки сегодня О том что надо найти комьюнити В котором тебе будет весело Тебе будет нравиться Еще одна веселая история Кстати думаешь по гримасу А Ты все Давай слушай историю Да Еще одна веселая история По гримасу Это как пример того Как гибко надо думать То есть Как Почему логика Гибкость мышления В крипте Позволяет зарабатывать Был момент В чате у Одиссея Абсолютно публично Мне кажется Которые Эту информацию Расфорсили По около Одиссеевским пабликам Как у одного Крупного холдера Украли Сдрейнили кошелек Все На тот момент Я логически вроде подумал Знаешь типа Ну Мы все Ончейн отследили Да Кто сдрейнил Куда ушли гримасы Там была хорошая пачка гримасы Ну я понял что Ну хакеры льют же Льют И по-моему Я ставил лимитки Вот сейчас точно уже Не помню Ставил ли я лимитки Или нет Но во всяком случае Мысль такая была Поставить Просто лимитки Хакер сольет Часто хакеры льют Одной пачкой Так и произошло Буквально через пару дней После этой новости Хакер выливает С 14 долларов Уходя до 5 Курс Вынося И Я Ну так как я пишу Наверное то что Я с кровати до компьютера Возможно Лимитки все таки не было И соответственно Я успею И продать выше Потому что Лимитки я не поставил Наверное А уведомления на прайс Поставил То есть просто понял Что возможно будет пролив Поставил уведомления на прайс Блин Это прикольная история Я просто вспоминаю Что я по-моему Что-то знал Об этом Но я ничего абсолютно не делал То есть ты не применил Драмат Да Мне кажется Мы потом с С Еще я помню Разговаривали Он приходит Говорит Как так А вот так Я говорю Что Возможно я ставил Лимитки Но возможно Это не я ставил Лимитки Короче возможно Кто-то с комьюнити Нашего ставил Лимитки Это вот к тому Что Возможно Вот общая информация Много людей знали Что будет пролив Но Немногие решили Воспользоваться ситуацией Поэтому ребята В крипте Мы действуем Гибко И думаем наперед Думаем логически Просчитываем Несколько вариантов Это Словно игра в шахматы Ты просчитываешь А так А так Возможные сценарии И как тебе на этом заработать Вот Поэтому Криптовалют Это весело Это весело Это интересно Сейчас скажешь В крипте Мы не входим в азар Там Оставили Запрали Поставили Забрали Да Также Много было Много было Про Потеряно На лутках Моргенштерна На его токене Гой Кстати Я очень удивлен Что он его заскамил Я знаешь Все хотел Дипку Понял Откупить Но так знаешь Последил Так раз в месяц Чекал курс И каждый раз Он был меньше И я что-то там В итоге так и не дошел До покупки Слабил Вот И как-то удалось Там на Битмарте Когда он проводил Стрим Тоже там Условно скальпануть В плюс 200 тысяч рублей Тоже На абсолютно Логических действиях То есть А можешь как-то Объяснить хронологию Как это было Просто он лил По стакану Он вот так Он зашел на стрим Говорит Да я сейчас буду Давать скидки Ну и все Ты просто понимаешь Что он сейчас Будет лить И ты Ну понимаешь Что он Не до нуля Будет лить Он просто нальет Чтобы все закупили Да условно И потом быстро Вернет курс Ну понятно Есть вероятность Того что он мог Просто засками Но условно Ловили по 400 долларов Продавали на отскоке Там по 1000 По 2 По 3 Потому что в итоге Это все отскочило Ну вот условно Плюс 3х То есть Тут главное Не бояться И свою идею Отрабатывать Ты вот думаешь Что так будет Все Делаешь А также Вот Видосик был Как он Смеется Просто над подписчиками А я даже помню Этот видос Я его смотрел У тебя как раз таки Да да И это даже Не то что В шутку Он смеется А именно Прям Ну ему весело Я понимаю Весело создавать Какие-то монеты Рагать людей Как они тебя хейтят Потому что я был в приватке Там столько хейта было вот а так в общем блин на канале много разных историй то есть еще много будет да да и мы только начинаем то есть у нас еще будет много-много всяких веселых вещей а ну вот что там заработки на токенах одиссея по 4 тысячи долларов ну если бы я не продавал это было бы 40 тысяч то есть ну классика классика жанра так сказать солану покупаем какие-то даем видишь сетапчики на продажу на ход вот этот скрин вообще просто гениальный продажи по 190 прям пахаем покупка там по 116 прям полоем бэмчики веселые истории такой типа авторский блок то есть это не какая-то ну там сухая информация а из последнего последнее что расскажу из веселого как я заснайпил запуска хамахи самый первый вроде его один из первых и он впоследствии меня называл там просто мерзавцем негодяем снайпером вообще что я плохой человек хотя я просто купил он скинул ссылку я купил все и я продал на хаях то есть мне я посчитал что мне достаточно да там плюс 4 тысячи долларов я выхожу я вышел и оказывается я стал мерзавцем в общем и тогда я был топ-1 по профит в общем козлиные мерзавец вот часто убираем насчет этого короче вот пытаюсь создать какой-то небольшой комьюнити вокруг себя интересных людей вместе чтобы вместе развиваться до вместе как-то двигаться обсуждать какие-то истории многие подписчики мне в личку какие-то идеи всегда пишут то есть я очень часто отвечаю не всегда получается всем ответить потому что у меня личико постоянно завида но пытаюсь прочитывать читать они мне приносит какие-то идеи мы обсуждаем то есть это такая обычная ситуация вот ну из последнего блин вот сан монетку которую до хайпа которую я дал который я купил вот средняя цена покупками 0 1 вот я зашел прям вот ну ниже некуда и после этого она там была 00 45 даже то есть четыре икса от входа спокойно рассказываю какие бывают запуски ну как можно заработать в общем рассказывать естественно есть моменты когда мы теряем но есть моменты когда мы зарабатываем спасибо крипто гений вообще за то что пришел рассказал интересную историю я прям вспоминал про грибас про все остальное очень приятно было послушать думаю я вот извлек уже пользуюсь разговора с тобой я наверное даже знаешь что я по я наверное мало рискую в крипте прям я так вообще прям практически я не рискую даже я бы сказал возможно да вот поэтому возможно мой семилетний опыт кого-то заставит чуть побольше рисковать рамках того что может получиться намного быстрее достичь тех там до материальных успехов которых я достиг если это так можно сказать там хотя этого нет даже миллиона но миллион долларов обязательно будет вот тебе спасибо потому что с тобой мы еще лично знакомы во первых крипта а лично я думал типа мы увиделись в жизни я уже думал капец у меня память от шиба уже мы виделись почему мы виделись стоп ты чё гонишь реально когда это бы это было в питере у амира на какой-то из да да ты говорил что криптогений нет я не говорил потому что там еще были люди которые могли меня знать поэтому был такой анонимный анонимный гость короче но с тобой мы болтали виделись типа болтали там о чем-то уже не помню зимой было было весело ты в маке прикольно чтобы ты понимал я вот на том на той зимней штуке я продал наверное 10 или 20 слотов свою приватку я прям помню я стою только посидеть 20 человек слушать я что-то задвигаю это история да 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 поэтому максимально позитив ты излучаешь позитив все стоит слушать классно классно было а кстати вот все ссылочки на криптогения будут в описании я в афиге что мы виделись оказывается ты такой блин капец если ты это не сказал вообще да поэтому максимально позитивный созвончик случился